Цегламенская библиотека номер 16 представляет книги Сергея Алексеева о Великой Отечественной войне. Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Рассказывает младшим школьникам о ее главных битвах. Книги описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Я познакомлю вас с пятью книгами Сергея Алексеева и прочитаю несколько рассказов из этих книг. Книга первая «Московская битва». Рассказы о том, как советские войска остановили наступление фашистов на Москву и нанесли им первый сокрушительный удар. Рассказ из этой книги предлагаю вам послушать. Рассказ «Айнцвайдрай». Бывалый солдат во взводе, что вожак в журавлиной стае. Бой шел южнее Москвы в Тульской области, около города Венёв. Фашистские танки стали заходить в тыл советским войскам. Пришлось войскам отступить. Не успел уйти из Венёва лишь взвод полковой разведки. Укрылись бойцы в одном из сараев на окраине города. Захватили фашисты Венёв. Стоят часовые при въезде, при выезде. Не прорваться к своим разведчикам. Нет тут выхода, нет спасения, верный плен. Вдруг вышел вперед разведчик, сержант Мисанов. Разговорчики. Как нет выхода, нет спасения. Смотрят бойцы на Мисанова. Известен во взводе боец Мисанов. Если такое сказал Мисанов, значит надежда и вправду есть. Притихли солдаты в сарае. Смотрят сквозь щели в стене на улицу. Смотрит и сам Мисанов. Ноябрь. Морозно на улице. Падает снег. Ветерок колесит по улице. Гонит вперед поземку. Проходит через город по улице, совсем рядом с сараем, в котором сидят советские бойцы. Маршевые колонны фашистской пехоты. Идут в колоннах по два человека. Зябко фашистам. Ссутулились плечи. Подняли воротники. Айнцвайдрай. Командуют фашистские командиры. Айнцвайдрай. Остается в ушах у Мисанова. Что же сержант придумает? Гадают солдаты. Смотрит Мисанов на фашистских солдат. Экован как ссутулили плечи. Так ведь от холода поясняют бойцы. Эка ж задрали воротники. Так ведь за уши мороз хватает. Наступил вечер. Стемнело вокруг. Ни звезд, ни луны на небе. Лишь раздаются за стенами сарая немецкие голоса. Лишь слышен топот солдатских ног. Прошло какое-то время. И вдруг Мисанов подал команду. Становись. Стройся по два в колонну. Построились солдаты. Что же такое будет? Поднять воротники. Командует Мисанов. Подняли солдаты воротники. Ссутулься. Ссутулься. Плечи ссутуль сильнее. Вогнали шеи солдаты в плечи. Распахнул Мисанов ворота. Шагом марш. Скомандовал тихо. И тут же громко. Айнцвай драй. Тронулись солдаты. Вышли на главную улицу, по которой шли фашистские роты. Пристроились в хвост одной из колонн. Айнцвай драй. Командует Мисанов. И тут же тихо. Братцы. Плечи ссутуль. Плечи ссутуль сильнее. И снова громко во всю солдатскую мощь. Айнцвай драй. Прошли солдаты мимо фашистского часового. Переступили границу города. Вышли в открытое поле. Приостали солдаты. Оторвались от фашистских колонн. Свернули с дороги к утру и достигли своих. Да как вы? Откуда пошли вопросы? Не гадали в живых вас видеть. Так ведь с нами Мисанов. Ах, Мисанов, так это другое дело. Бывалый солдат из любой беды живым невредимым выйдет. Бывалый солдат во взводе, что вожак в журавлинной стае. Книга 2. Сталинградское сражение. Вы узнаете о героических защитниках города Сталинграда. Об окружении и разгроме фашистской армии в Приволжских степях. О взятии в плен 91 тысячи фашистских солдат и фельдмаршала Фридриха Паульса. Не шагу назад рассказ из этой книги предлагаю вашему вниманию. Третий месяц идут упорные кровопролитные бои на юге. Горит степь. Сквозь огонь и дым фашисты рвутся к Сталинграду, к Волге. Шло сражение на подступах к Сталинграду. 16 солдат-гвардейцев вступили в неравный бой. Не шагу назад, поклялись герои. Бросились фашисты в атаку. Удержали рубеж гвардейцы. Перевязали друг другу раны, снова готовы к бою. Второй раз в атаку идут фашисты. Их больше теперь, и огонь сильнее. Стойко стоят гвардейцы. Удержали опять рубеж. Перевязали друг другу раны, снова готовы к бою. Четыре атаки отбили солдаты. Не взяла смельчаков пехота. Поползли на героев фашистские танки. С танками бой, жесточайший бой. Вот из 16-ти 12 бойцов осталось. Не шагу назад. Вот 10, вот 9. Не шагу назад. Вот 8, вот 7. Запомните их фамилии. Кочетков, Докучаев, Гущин, Бурдов, Степаненко, Черков, Шуктомов. А танки ползут и ползут. Нету солдат, ни пушек, ни противотанковых ружей, ни минометов. Кончились даже патроны. Бьются солдаты, ни шагу назад. А танки все ближе и ближе. Остались у героев одни гранаты. По три на солдата. Посмотрел, Докучаев, на танки, на боевых друзей, на свои три гранаты. Посмотрел. Снял с гимнастерки ремень. Ремнем затянул гранаты. На руке почему-то взвесил. Посмотрел еще раз на Гущина, Бурдова. Они были его соседями по окопу. Улыбнулся друзьям Докучаев. И вдруг поднялся солдат из окопа. «За родину!» — крикнул герой. Бросился вперед навстречу врагу. Прижал покрепче к груди гранаты. Рванулся под первый танк. Вздрогнула степь от взрыва. Качнулись опаленные боем травы. Замер, вспыхнул фашистский танк. Переглянулись Гущин и Бурдов. Храбрость рождает храбрость. Подвиг рождает подвиг. Поднялся Гущин. Поднялся Бурдов. Связки гранат в руках. «Нас не возьмешь!» — прокричали солдаты. Рванулись вперед герои. Два взрыва качнули землю. А танки идут и идут. Поднялись тогда Кочетков, Степаненко, Черков, Шуктомов. Свобода дороже жизни. Вот они четверо на огневом рубеже. Навстречу фашистским танкам идут герои. Смерть фашистам, захватчикам смерть. Смотрят фашисты. Люди идут под танки. Взрыв! Еще взрыв! Снова и снова взрыв! Страх охватил фашистов. Попятились танки. Развернулись. Поспешно ушли отсюда. Отгремели бои пожаром. Время бежит, как ветер. Годы текут, как реки. На память хранит былое. Посмотрите туда, на поле. Как утесы, как скалы стоят герои. Бессмертят их славный подвиг. Запомните их фамилии. Кочетков, Докучаев, Гущин, Бурдов, Степаненко, Черков, Шуктомов. Книга третья. Оборона Севастополя. Сражение за Кавказ. Рассказы о солдатах, защищавших южные рубежи страны. О героях Севастополя. О разгроме фашистов на Кавказе. Книга четвертая. Подвиг Ленинграда. Рассказы о том, как 900 дней и ночей находился Ленинград во вражеской блокаде. Как выстоял и победил фашистов. Рассказ, праздничный обед из этой книги предлагаю вам послушать. Обед был праздничным. Из трех блюд. О том, что обед будет из трех блюд, ребята детского дома знали заранее. Директор дома Мария Дмитриевна так и сказала. Сегодня, ребята, полный у нас обед. Первое будет, второе и третье. Что же будет, ребятам, на первое? Борщ украинский. Бульон куриный, щи зеленые, суп гороховый, суп молочный? Нет, не знали в Ленинграде таких супов. Голод косил ленинградцев. Совсем другие супы в Ленинграде. Приготовляли их из дикорастущих трав. Нередко травы были горькими. Ошпаривали их кипятком, выпаривали и тоже использовали для еды. Назывались такие супы из трав супами пюре. Вот и сегодня, ребятам, такой же суп. Миша Кашкин, местный всезнайка, все точно про праздничный суп пронюхал. «Из сурепки он будет! Из сурепки!» Шептал ребятам. «Из сурепки? Так это же отличный суп! Рады ребята такому супу! Ждут не дождутся, когда позовут на обед. Вслед за первым получат сегодня ребята второе. Что же им на второе будет? Макароны по-флотски? Жаркое? Бигус? Рагу? Гуляш? Нет! Не знали ленинградские дети подобных блюд. Миша Кашкин и здесь пронюхал. «Котлеты из хвои! Котлеты из хвои!» Кричал мальчишка. Вскоре к этому новую весть принес. К хвое бараньи кишки добавят. «Ух ты! Кишки добавят! Так это же отличные будут котлеты!» Рады ребята таким котлетам. Скорей бы несли обед. Завершался праздничный обед, как и полагалось третьим. Что же будет сегодня на третье? Компот из черешни? Запеканка из яблок? Апельсины? Желе? Суфле? Нет! Не знали ребята подобных третьих. Киселем сегодня будет. Кисель размазня из морских водорослей. «Повезло нам сегодня! Кисель из ламинарии!» Шептал Кашкин. Ламинарии — это сорт водорослей. «Сахарину туда добавят!» Уточнил Кашкин. По полграмма на каждого. Сахарину? «Вот это да!» «Вот это же объедение!» «Кисель получится!» Обед был праздничный, полный. Из трёх блюд вкусный обед на славу. Не знали блокадные дети других обедов. Книга пятая. Победа под Курском. Изгнание фашистов. В эту книгу вошли рассказы о грандиозном сражении на Западе России, о разгроме фашистов на Украине и Белоруссии, об окончательном изгнании фашистов с отечественных земель. На этом наше знакомство с книгами Сергея Алексеева закончилось. Книга о Великой Отечественной войне учит нас многому. Читать о войне очень важно, ведь это наша история, которую мы должны помнить и знать, ценить и уважать людей, проливших кровь ради нашей мирной жизни. Приходите в библиотеку, берите и читайте книги о Великой Отечественной войне. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Эта часть 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 часть, часть 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 часть